Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. На этом уроке мы будем изучать очень важное событие. И когда вы правильно поймете значимость этого события, оно смело и ясно проговорит вам об идентичности нашего Господа и Спасителя, Мессии Ешу, Иисуса из Назарет. И жизненно необходимое требование — знать Его. Когда я говорю «знать Его», это включает в себя правильное понимание Его идентичности, что Он единственный Сын Божий, что Он божественный. К сожалению, многие говорят, что они верят в Иисуса, они считают Его Спасителем, говорят, что любят Его. Но проблема в том, что они отвергают библейскую истину о Его идентичности. Это местописание ясно говорит о том, кто Он. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 17 главу. Евангелие от Матфея, 17 глава. Эта часть Писания начинается очень интересным образом. Мы читаем в первом стихе. «По прошествии дней шести». Подумайте об этом утверждении. «По прошествии дней шести». О чем оно говорит нам? Что ж, это говорит нам, что событие произошло не перед шестью днями, не во время шести дней. Оно должно было произойти после. А через сколько после? Мы не знаем. В другом Евангелии нам сказано, что на восьмой день. Понятно, что восьмой день после шести. Так почему это непонятное «по прошествии шести дней»? Ответ такой. Это одна из методологий, которую используют авторы Писания для того, чтобы дать нам надлежащий контекст для понимания этого события. Потому что библейский число шесть, не пять, а шесть, говорит о благодати Божьей. И автор говорит нам следующее. «Только в результате благодати Божьей» вы можете прийти к надлежащему пониманию идентичности Мессии. Весь стих первый. «По прошествии дней шести взял Ешуа». Иначе говоря, «взял с собой». Петра на иврите следующее слово «якова», также и на греческом. На английский мы обычно переводим как «Джеймс» и брата его Иоанна. Таким образом, Мессия берет с собой троих индивидуумов. Петра, Якова и Иоанна. Почему троих? Три для цели откровения. Также, согласно Торе, при двух или трех свидетелях утверждается всякое дело. Оно осуществляется. Это для того, чтобы сказать нам, что это событие реальное, истинно. Это не какая-то легенда, не миф. Это факт. Еще раз. «По прошествии дней шести взял Ешуа Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одни». И вот что беспокоит меня. Часто, когда мы изучаем местописание, такое как это, мы получаем информацию на высокую гору. И первое, что люди хотят знать, это следующее. Что это за гора? Нам не сказано. Но люди по какой-то причине любят домысливать. Они делают самые разные умозаключения. И они говорят, «Если это правда, то, вероятно, гора такая-то». И говорят о месте, что не могут доказать. Потому что Писание ничего не говорит нам, кроме того, что это высокая, буквально возвышенная гора. А этим имеется в виду власть. Иначе говоря, благодатное откровение о Мессии, оно приходит с властью. Приводится факт, что это возвышенная гора, а не где она расположена. Этого мы попросту не знаем. И то, что на Хар-Тавор, на горе Фавор, находятся монастыр, не значит, что событие произошло именно там. Люди любят домысливать. Но мы не должны этого делать. Просто разбирайте то, что Писание говорит читателю. Это дает безопасность нашему библейскому толкованию истины Божьей. Итак, одни были на этой высокой горе. И что произошло? Второй стиль. «И он был преображен или трансформирован». Это греческое слово, от которого мы получили слово метаморфоза. «Оно говорит об изменении». И здесь использован пассивный залог, что значит, что он не сам изменил себя. Не он сам преобразил себя, но кто-то, и очевидно, это Бог, Отец, произвел изменение. Изменение с целью, и цель такая, как мы увидим, откровение, чтобы мы узнали истину Божью. И эта истина изменила нас. Еще раз, второй стих. «И он был преображен перед ними и просияло лицо». Его лицо. «И просияло лицо его, как солнце. и одежды, его одежды сделались белыми, как свет». Очень сильное описание. «Его лицо просияло, как солнце, и его одежды, его одеяния сделались белыми, как снег». А о чем это говорит нам? Что ж, опять-таки, когда мы говорим об одеждах, речь идет о делах, о том, что его дела святы. Они чисты, и они дают нам откровения о его идентичности. Второе, его лицо, это также говорит нам о его присутствии, что он был Бог среди них. Все это говорит о том, что он единородный Сын Божий. И есть требование, что если мы хотим получить спасение, если хотим получить силу от Святого Духа, от Духа Мессии, нам необходимо знать истину, иметь правильное библейское понимание его идентичности. А с этой истиной приходит помазание для исполнения воли Божьей. Третий стих. «И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие». Подумайте вот о чем. Моисей и Илья вдруг явились в том же самом месте на той возвышенной горе, и они говорили с ним. Вот почему привнесение контекста еврейского контекста в Писание так важно. Потому что часто, когда вы спрашиваете кого-то, о чем говорит тот факт, что упомянуты Илья и Моисей, люди опять-таки домысливают. Они дают всевозможные ответы на этот вопрос. Но ответ один. Если бы вы спросили человека, обученного в библейском откровении Танаха, еврейской Библии, то он бы ответил вам «Илья и Моисей». Моисей олицетворяет закон Илья пророков. А когда мы говорим о законе и пророках, мы видим это и в Новом Завете, эту перспективу, то речь идет о Писании. Так что посредством присутствия Моисея и Ильи мы очень ясно видим, что Слово Божие открывает идентичность Мессии. Такой вывод из этого местописания. И что это за идентичность Мессии, которая открывает нам Писание? Что ж, мы скоро к этому подойдем. Но вот эти два человек, Моисей и Илья, они говорили с Иешуа на том месте, четвертый стип. Но, то есть в противоположность направлению Писания, Петр, и опять, как всегда, Петр, он ответил, Петр сказал Иешуа, Господи, и опять-таки. Петр назвал Иешуа Господом легковесно, необдуманно. И вот почему я так говорю, что сначала он использует термин Господь, а потом как бы инструктирует или не соглашается или ступает в конфликт с самим Мессии. Если вы признаете Его Господом, то вы соглашаетесь и подчиняетесь. Вы не будете говорить Ему, что делать. Вы будете делать то, что Он и Его Слово наставляют нас делать. Итак, Петр говорит Иешуа, Господи, хорошо, благо, надлежит нам здесь быть. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи». Итак, Петр задает вопрос. Вы помните, что происходит? Посмотрите первый и второй стих. Мы читаем, что Мессия взял этих троих, Петра, Якова или Якова и Иоанна с собой. Он приводит их на это место для определенной цели. Так для чего Петру говорить, Господи, хорошо нам здесь быть? Ведь это Мессия привел их на это место. И во-вторых, еще одна проблема. Вместо того, чтобы ждать инструкции, вместо того, чтобы в молчании ожидать откровения из Слова Божьего, что делает Петр? То же самое могу сказать и о себе. Вместо того, чтобы молчать и слушать, чтобы ждать Божьего откровения в надлежащее время, иногда у некоторых из нас есть склонность говорить и высказываться. Итак, Петр говорит, если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну и одну Ильи. Так в чем здесь проблема? В том, что Петр обращается со всеми тремя одинаково, как будто бы у Ильи Моисея и Ешуа один и тот же статус. Это неверно. Только Мессия Господь, Господствующих и Царь Царствующих. Только Он Божественный Сын Божий. И это местописание, преображение, ясно говорит о Божественности Мессии, о том, что Он действительно Сын Божий. А почему я делаю на этом акцент? Что ж, если вы читали эту историю, то знаете, я хочу быть человеком, который соглашается с Богом. Мы читаем и видим, что пока Петр говорил эти слова. Заметьте, что происходит. Пятый стих. Когда Он еще говорил, вот облако светлое, осенило и сошло на них, покрыло их. Как бы вы не перевели это выражение, и вот глаз глаз из облака глаголющий. Этот есть. На этом делается акцент. Они слышали из облака голос. А чей, как вы думаете, это голос? Очевидно и безусловно. Другого толкования на основании того, что мы скоро прочтем и быть не может. Это голос живого Бога, Бога Израилева. И что Он говорит? Опять-таки, это эмфатическая конструкция. Он подчеркивает это говоря, «Этот есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте, слышьте». И опять-таки, термин «Его» и термин «слушайте» идет в контексте слышания с целью послушания. И заметьте, это не от Илии, не от Моисея, то, что сказано в Писании, от Бога. Но Иешуа и только Иешуа является единородным Сыном Божьим. И это выражение «Его» таков порядок слов в оригинале «Его» слушайте. Очень сходно с тем, что мы читаем в Торе о Божьем обетовании, мессианском обетовании воздвигнуть подобного Моисею из братьев ваших. Этот и все согласны с этим. Этот как Моисей, что значит «как Моисей искупитель». Моисей был искупителем в физическом смысле. Бог использовал его как инструмент искупления для того, чтобы вывести народ из Египта. Он был лидером. Подобным, но более великим образом Бог использует Яшуа для того, чтобы вывести нас из этого мира греха и ввести в свое царство. Вот почему необходимо и должно слушать его. Итак, Бог, нет сомнения, что это он говорит. «Его слушайте». Шестой стих. «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Тут использован пассивный залог, означая что-то, что они увидели, услышали. Опыт с этим голосом, который пришел с небес из облака. И очевидно, облако напоминает нам о выводе сынов израильских из пустыни и о странствовании в пустыне 40 лет. Облако олицетворяет присутствие Божье. И только Бог сказал эти слова. Вот почему, читаем еще раз, «и услышав, ученики пали на лица свои и очень чрезвычайно испугались». Седьмой стих. Но Ешуа, подойдя, подразумевается, что он подошел и коснулся их и сказал, «Поднимитесь и не бойтесь». И язык, использованный здесь, когда он сказал, «Поднимитесь», не означает, что они могли подняться сами. Греческий язык, который очень точен, означает, что ему надо было помочь им подняться. Ему надо было поднять их поэтому, что опять-таки здесь пассивный залог. Они были так потрясены и напуганы голосом Бога, присутствием Бога и силой этого события, что Мессии надо было помочь им стать. Вот что Слово Божье открывает нам. Восьмой стих. возведя же очи свои. И вот никого, ничего. Они никого не увидели, кроме одного Иешуа, Иисуса. И опять-таки, все это имело одну цель. Факт, что он был преображен перед ними, показывает его идентичность. Событие проявило видимым образом божественность Христа. И опять-таки, хочу сказать это еще раз. Если вы отвергаете божественность Христа, если вы не видите его как Сына Божьего, достойного поклонения, как Бога среди нас, как живого Бога с Его народом, если вы не понимаете его таким образом, как вы будете в Царстве Божьем? Жизненно важно, чтобы вы понимали, кем является Спаситель. Он не просто какой-то человек, не просто какой-то чудотворец, не просто человек, воскресший из мертвых, но Он Сын Божий. И одно из того, что мы видим, когда изучаем Слово Божье, особенно благодаря тому, что открыл Павел, это то, что есть уникальная взаимосвязь, единство между фактами, что Иешуа полностью человек и полностью Бог. Не так, что Он лишь казался человеком, утверждать такую ересь. Когда Писание говорит, что Он пришел в подобии человеческой плоти, это не значит, что Он не пришел в ней. Он пришел. Он был полностью, поистине, абсолютно человеческим существом, и так же Он был полностью Богом. Это чудесное соединение мы не понимаем. Наш разум не способен этого постичь, но это факт, и это делает Его уникальным и, следовательно, единственным Спасителем. Нет никого более великого, чем Иешуа, потому что Он Бог, так говорит нам Писание. Итак, мы видим, что остались только Иешуа и ученики, 9 стих. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не говорите об этом видении». И это было видение подтверждения. это видение подтвердило, кто Он есть. Не то, кем Он стал, но то, кто Он есть от вечности, в прошлом и в будущем. Не было такого времени, когда Иешуа не существовал. Он существовал вечно как Бог, как часть Святой Троицы, а это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свят. И позвольте мне просто сказать, если вы отвергаете Троицу. Видите ли, одна из истин Писания очень сильно представлена тем, что Мессия был зачат Духом Святым без какого-либо вмешательства, без семени человеческого. И мы знаем, что Он был рожден от Девы, а такое рождение говорит о Его божественности. Так что если вы не верите в Его рождение от Девы, если не верите в Троицу, значит вы отвергаете божественность Мессии, и вы не уверовали, и не знаете библейского Спасителя. А если вы не знаете Спасителя, то согласно Библии вы не спасены. Очень важно, чтобы мы исповедовали Его, а это значит знать Его, Его истинную идентичность. Итак, «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын человеческий». Это описание и термин, означающий Мессию. «Доколе Сын человеческий не будет воскрешен из мертвых». В текстус рецептус, в греческом тексте, который использую я, рассказано «Доколе не воскреснет». В греческом тексте Нестле Аланда сказано «Доколе не будет воскрешен из мертвых». Такие мы имеем варианты текста Писания. Обычно это не так значимо. Просто представлено другое слово в другой форме. Тем не менее сказано «Доколе не будет воскрешен из мертвых». Важно открыть его идентичность. Сын Божий, Божественный Сын Божий, единственный, Божественный вместе с Богом, Отцом и Духом Святым. Десятый стих. «И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» И обратите внимание на ответ Иешуа. Ученики основывают это на пророческом отрывке из последней главы книги Малахии. И они говорят, «Как же книжники?» А книжники были экспертами в Писании. Они не те, кто просто копировали Писание. Это упрощенное понимание о книжниках. В данном случае ученики говорят о тех, кто давал законы, надлежащий способ копирования Писания. И чтобы сделать это, чтобы буквам придавалась различная форма, одни большие, другие меньше, между ними были интервалы. И все это представляет признаки, чтобы человек помнил толкование этой группы, называющейся книжниками. Итак, ученики говорят, «Как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде?» Одиннадцатый стих. Но Иешуа ответил, Он сказал им, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». Мы видим это в книге Малахи. Но говорю вам, что Илия уже пришел. Но у Илии две цели. Его первая цель быть предтечей, приготовить путь. Затем, перед вторым пришествием Мессии, мы говорим не о восхищении церкви, но о втором пришествии. Илия придет и устроит все, как сказал Ешуа. В отрывке из книги Малахи сказано, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Будет единство в том, что касается того, о ком мы говорим, Мессии». Итак, он говорит, «Но говорю вам», 12 стих, «Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним как хотели». И мы читаем. Так, посмотрите вторую часть 12 стиха, «Так и сын человеческий пострадает от них». Он говорит о том, как Илия, но в данном случае он говорит о Иоанне Крестителе, который пришел, как говорит Писание, в духе Илии. Он призывал людей к покаянию, Он говорил истину, Он стоял за истину заповедей Божьих, и что произошло с ним? Его предали смерти, и Мессия говорит, «Так же и со мной, потому что Я пришел с тем же посланием, Я тот, на кого указывал Илия, они сделают». Заметьте, что сказано в конце 12 стиха, «Так и сын человеческий пострадает от них». Последний 13 стих. Когда Иешуа установил эту взаимосвязь между страданием и тем, кто пришел в духе Илии, говоря об Иоанне, наконец, ученики поняли, потому что мы читаем в 13 стихе, тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе, и что мы узнаем из этого в связи с упоминанием Иоанна Крестителя. Нечто очень ясное, но очень важное, и это следующее. Только когда мы понимаем идентичность Иешуа, Иисуса Христа, что Он единственный Сын Божий, Он Божественный, Он Спаситель, Который пришел, чтобы принести вечное искупление тем, кто верит в Него. И через это вера произведет покаяние, которое принесет плод, угодный Богу. Таково послание этого местописания. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.